После рокового удара молнии медики скорой помощи боролись за жизнь пострадавшего 40 минут. Мужчину 66 лет доставили в ближайшее отделение реанимации в поселке Старый Городок. Пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии, практически вагональном. На догоспитальном этапе ему проводились комплекс сердечно-легочной реанимации. И нами, сотрудниками реанимации, она была продолжена. Буквально через 5 минут после поступления пациента была зафиксирована очередная остановка сердечной деятельности. Был начат комплекс сердечно-легочной реанимации, по завершению которой, к сожалению, нам не удалось его спасти. Была констатирована биологическая смерть. Смерть принес зонд. Он стал местом, куда разрядилась молния. Спасатели объясняют, во время грозы опасным может стать любое возвышение над плоскостью. Высотное здание, одиноко стоящее дерево, зонд на пустой площади или паркинге. Теоретически, да, зонд – это действительно опасно. Тем более, по видеороликам, которые везде разошлись, вы уже, наверное, прекрасно видели, что она попала в людей, которые находились на открытой площадке, открытой, и рядом не было фактически никого. То есть молния действительно выбрала наиболее близкий путь для того, чтобы, собственно, разрядиться в землю. Это уже вторая известная трагедия с летальным исходом в Подмосковье. Подобный же случай произошел в Балашихе. Но если кто-то видит за этим высший промысел – ошибается. Священник Александр Красильников объясняет, в православии Бог не является источником справедливого наказания. Это суеверие. А вообще, самый часто задаваемый вопрос – если происходит несчастье, почему Бог это допустил? Если мы видим такие скорби, несчастья, беды, то это нас должно вести к пониманию Евангелия. Что каждый день он нам дан как подарок, да, что мы действительно не знаем до конца, что будет завтра, и нам это не важно, доживем мы до завтра, нет. То есть вот нужно воспринять мир как открытую книгу, которая для тебя создана, да, чтобы ты мог, вдохновляясь общением с Богом, уже вдохновляясь этим, жить без страха и без вот веры вот в этот слепой случай, карму, судьбу. Православные в это не верят. Несчастья случаются. Если гроза застала в реке, вылезайте из воды. Если в поле, на площади или парковке, постарайтесь скорее покинуть это место, но не бежать. Воспринимайте каждый день как подарок. Тимур Гассин, Андрей Безуглов, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова.